Всем привет! Вы на канале 240 верст от Твери. Меня зовут Татьяна. Что делать? Огородникам зимние долгие холодные вечера. Правда, у нас вообще погода совсем сдурела. Тут были дожди и 4 градуса тепла, а то и больше. В общем, сегодня вроде как подморозило 23 января. Занимаюсь я плетением. Вспомнила, что это мое любимое было когда-то рукоделие. И вот занимаюсь. Кстати, есть плейлист плетения из бумажной лазы. Кто неравнодушен, можете посмотреть, какие идейки у меня были. Вот корзиночка в стадии разработки, поэтому тут еще особо показывать нечего. Небольшая такая. Может, ручечки приделай, тут ажур доделай. В общем, ладно. Плетение у меня перекликается с огородной темой. Сижу, когда занимаюсь, просматриваю ленту новостей. И очень сейчас много стало попадаться в рекомендациях видео, как правильно сеять базилик. И вот хочу сегодня это провернуть. Вот так сказать, податься критике, что не все то, что нам рекомендует, оказывается верным и правильным. Базилик я съела 14 января. Грунт теравита. Базилик был разный. Есть который-то и срок годности уже, по-моему, в прошлом году закончился. Ну, сейчас я вам покажу, в каком он состоянии. Сегодня я уже сказала 23-е, да? Вот в таком состоянии. Зашел он у меня, стал сходить, буравить землю на третий день. Почему буравить? Потому что я взяла, насыпала грунт, потом посыпала семена и снова присыпала грунтом. Вот так вот, да-да-да. Никакого поверхностного у меня посева не было, базилика. Как видите, видите, еще грунт, грунтопорщица. Конечно, надо было пораньше показать, но уж очень много стало видео попадаться. Поэтому вот думаю, надо показать, что не все правильно бывает, правильным. Что присыпай, что не присыпай, эффект один. Если семечка сильная, здоровая, то зайдет вот и через грунт. Ну, конечно же, я полила перед тем, как это самое сеять. Ну, и вот такие вот, смотрите, какие всходы. В общем, схожи 100% почти, наверное, я думаю. Вот, которые тут старые семена, я даже уже не помню. Сеяла так, да и не подписывала. Что мне тут, на продажу, что ли? Что вырастет, то все мое. Здесь не было такой цели, конечно, это все показывать. Здесь, смотрите, какие всходики. Вот, из-под земли вылезают. Буду пикировать кучками сразу. Три-четыре штучки. Возможно, даже скоро. Могу, через недельку уже. Но я люблю пикировать. Вообще, все люблю пикировать. В фазе семидольных листочков. Вообще, она так быстрее приживается. На вторые сутки просто побрызгаю кальциевой селитрой. Что дает очень мощный такой толчок, укоренение. И, в общем, это на все фазы растения, на все органы растения, фазы, на все органы растения кальциевой селитра очень хорошо действует. Я делаю маточный раствор на огородный сезон. Это в литре воды я растворяю 20 грамм кальциевой селитры. И потом просто беру оттуда шприцом. И 20 миллилитров. Для маленьких достаточно и 10 миллилитров. Ну, 10 кубиков или 10 миллилитров. Кто как это самое. И также разбавляется в литре воды. И вот это вот брызгается. Все вот эти маленькие растюшки. Не бойтесь, ничего не сгорит. Все проверено уже не один год. Так что смотрите. Заходите в плейлист. Я там пикировала и томаты в фазе семидольных листочков. И перец. В общем, и все. Я опрыскивала кальциевой селитрой. Вот. Таких вот малипусинек. И все хорошо. Многие скажут, наверное, что мы сеем прямым посевом. Вот в грунт. Базилик и так хорошо все растет. Нет, это может быть в южных регионах растет. Вот. Я пробовала. Он, да, он зайдет. Но он не сильно развивается. Не сильно много наращивает то, что мне нужно от него получить. Базилик я использую в консервации. Очень мне понравились помидоры мариновать. Потом соус очень вкусный делала с базиликом. Ну, там много всякой зелени, базилик. Тоже много, очень много базилика. Там и петрушка, в общем, там и помидоры. В общем, очень вкусно к мясу идет. Да и так хорошо это с самой ложкой зачерпнуть. И потом вот сушила. Сушила я. Высушила базилик и перемолола. Потом смешала с солью. И хранится у меня в баночке. Сейчас, может, покажу. Сейчас покажу, достану. В общем, хотела вам показать. Вот, смотрите, видите, как перемолотый базилик. Здесь и зеленый, здесь и синий. В общем, всякие разные. Тут туда можно высушить и цветочки. В общем, все, в ход пойдет. И с солью. Перемешала с солью. Вон, смотрите. Пахнет очень, пахнет очень такой травой. И это добавляю вот в курицу, мясо. Там, когда надо чего замариновать. Очень хорошая такая заготовка. Искала, искала. Ну, где-то это самое. Но здесь вот вроде как у меня просто порезанный такой базилик. А есть соус на самом деле. Он такой вот темный. Сейчас что-то тут светло, что ли, дома. Красный, кажется, да. Вот, это вот консервация с базиликом. Вот он там, видите. Чеснок и базилик. Вот, хорошее сочетание для томатов. Видите, какая красота. Какая красота. Тут разные, разные томатики. Всякие разные. Голубые, красные. Вот. Видите, смотрите, какая прелесть. Это похоже, наверное, у меня гаргамель, что ли. Вот, полосатики. Видите. А это, а это с носиком. Тут, наверное, это Анна Герман. Это последние, последние были томаты. Вот. Видите, никто ничего не лопается у меня томаты. Вот, блин, сбаламутила. Сбаламутила что-то там я. Что там сбаламутила. Не знаю, что-то сбаламученное. Рассол. Рассол там был осевший. Видите, что-то там. Интересно, чего там, почему так. А, я туда еще, видите, что добавила там это. Из пакета. В пакете там какие-то специи были для консервации томатов. Вот так, вон-то, видите, горчица плавает. Вот. Какие вот дела. Вот что. Вот что. Вот что опять наболтала. Так, ладно, пошла я по делам. Желаю всем мира. Мирного неба над головой. Счастья, любви, здоровья. И успешного огородного сезона. Не вздыхает, Аня? Только все еще начинается, да? Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok